Ощущение паруса Ощущение паруса Первый раз на яхте с моим братом, с моим папой. Примерно так я себе всегда представляла идеальный опыт. Дух у нас боевой, стараемся ловить ветер, пиваем шампанское во время регаты даже. На лодке ты как раз научишься разбираться в людях, понимаешь, что такое командная работа, встречаешь замечательных людей. Здесь настоящая свобода, где много воды, где земля красива и плодород. Огромное количество судов, профессиональные экипажи, профессиональные шкипера, инструкторы. Судейская лодка, два риба дополнительных, еще есть катамаран. То есть количество сопровождающего персонала – фантастика. Поэтому уровень судейства – это уже что-то очень большое и серьезное. Два, четыре, три, два, один. Старт! Мир, старт. Старт чисто. Мы первыми взяли старт, контролировали флот. Но подходя к верхней марке, ошиблись. Ну, ошибся шкипер, это я. При огибании уже маяка на финишную прямую, к сожалению, мы не смогли оперативно поставить и правильно спинакер. На этом, конечно, тоже потеряли. И тоже переживаем, но анализируем ошибки. Это спорт. В спорте есть тоже победители, проигравшие протест. Выигрывает тот, кто умеет рассказать ситуацию, преподнести судьям правильно все, все по правилам. Практически все люди, с которыми я здесь встречаюсь, они необычные, они чем-то совершенно уникальные. И, как правило, с ними завязываются очень хорошие отношения. За это яхтинг и ценят. В этом году мы не просто боремся за спортивную победу. В этом году мы официальные партнеры, команда Сделай. Мы являемся фандрайзинговой платформой. И каждый из экипажей может создать поступок, посвятить свое участие, благотворительности и собрать деньги в любой фонд в России. Мы уже создали 4 поступка, 4 экипажа на этой регате. Собрано уже больше 100 тысяч рублей. И я бы призвал всех шкиперов, чтобы их команда создала поступок, выложить себе в Facebook и посмотреть, как их аудитория отреагирует и поддержит ли в этом. Субтитры создавал DimaTorzok